Всем привет, с вами Катрахон, и сегодня у нас вторая серия викторианских путешествий за Османскую империю. Что ж, были ошибки у меня в Египте, были ошибки управления, но надеюсь мы их сможем исправить. И не так болезненно, как это бы хотелось. Да, повышаем налогообложение бедных и среднего класса немножечко. Да и давайте богатых чуть прижмем. Скажут, сейчас капиталисты нужны. Ну да, нужны. Но нам бы сейчас так экономику выпрямить, а потом уже о капиталистах будем думать. Так, и еще одно дело нам надо. Флот я скорее всего полностью, за исключением клиперов, выдвинул куда-нибудь подальше выдворю. Это нам даст хорошую экономическую прибавочку. Вот так правильно будет сказать. Зато у нас тут уже инвестиции пошли совсем не туда. По поводу великих держав. С кем здесь нам союза? Слишком много союзов. Британия. Ну, вроде бы как. Уже не хочет. Ну окей. Руссия. Боруссия. Опа. Однозначно отправляем с Россию, чтобы улучшаем отношения постепенно. Надеюсь, удастся отношения в Агнаде больше и показания, чем сейчас. А то сейчас отношения просто дикие. И наша армия. Это полный ужас. И регуляры. Просто несмысленные войска, которые у нас здесь в огромном количестве присутствуют, должны сгинуть. Так скажем, куда подальше бы. Но куда подальше их не удастся убрать. Поэтому убираем куда поближе. А именно вот сюда вот. И регуляры уйдут на попятны. Такс. Вот эта армия, в принципе, за исключением одной пехоты, вполне для одного времени хороша, пока медицины нету. Поэтому вру отбах. Здесь у нас кавалерии. Все. Одну пехоту убираем. Сюда. Ну и давайте пушки переправим сюда. И будет у нас аля медицинская армия. Потом, надеюсь, это поможет нам. Интерспективная психология, в принципе, вещь неплохая. Что ж, возьмем. Куча всякой пехоты. И кого мы можем нанять. Нам, в частности, нужна кавалерия. Давайте в Азии и в Европе. Поднимем кавалерийские полки. Наши грозные кавалерийские полки. Время ускорим. И пойдем дальше. Так. В дипломатии. Кстати, по поводу религитетов. Точнее, мнений. Тунис, я думаю, есть смысл засферить. Но радушные отношения. Почему бы и нет? Союз. Хотя Союз-то нифига. Цивилизованный против нецивилизованных. Но все остальное, вроде бы, согласно. С Россией еще бы, раз, отношения нам улучшить. Ну, 26 октября, как вы видите. Пищаем. 55. Уже. Уже бюджет даже расти начал, как вы видите. Один плюс за другим. Правда, здесь войска немножко в одном месте гибнут. Персия. Нас раскрыли, ребятки. Нас, к сожалению, раскрыли. Видите, сколько у нас нецивилизованной армии, так скажем, и регуляров, которые являются, по сути дела, простым пушечным мясом. Регуляры сюда. Они на очень многое не способны, поэтому надеяться на них, конечно же, глупо. Так, сфабрикуются армии постепенненько. У нас куча пехоты, в принципе. Еще бы кавалерия разбавить было бы вообще отлично. Ресет Бей здесь у нас стоит. Химбей. О, Назим Паша. Назим Паша. Идет в эту армию. Посмотрим. Может быть, пригодится, как нужно, с ихней стороны. На персов, так скажем, агонию тащим. Да, здесь уже Россия почти на грани того, чтобы их присоединить. Поэтому, скорее всего, наша война с ними не будет. Тунис. Тунис. Улучшаем мнение. И уже сейчас можно засферивать. Да, получили претензии, но это не суть важна. И даже Д. Получить претензии по поводу... Для расширения сферы. Завоевание. Дорого. Но сделать с автилитетом вполне себе можно. Потому что требование уступок лишь две-три провинции где-то отдаст. Сербы мучают своего мучи, получают свою мученку. Всем давайте сознательность поднимем. И даже Д. Нас сразу же обнаруживают. Сразу же, без вопросов. Просто обнаружили. Улучшаем отношения с Россией еще немножко. И что у нас здесь появилась? Кавалерия. Сводим его в Атакию. Всюду единый. Дабы у нас там была своя армия. Так, выплачиваем все заемы. Выданный заем у нас есть. Это весело. Выдержит наша экономика. 80% хотя бы стимулирование. Не выдерживает. Хотя. Хотя слегка выдерживает. 5, 6. Да, выдерживает. Молодец. Экономика нашей страны способна и немножко попритесняться. Так, еще одна кавалерия. Сюда идешь. Да, сюда, сюда. А, здесь уже все. Три. Эта кавалерия куда? Сюда тогда. И у нас уже армия копится. Копится более-менее боеспособной части. Так, Тунис готов. Включаем сферу. Получаем еще одного сверилуса, так скажем. На союзы готов. Наконец-то. Надумался на союз. Не на ЖД можно сделать сатилитетом. У него союзов никого, ни с кем, нету. Ирегуляров отправим. Мы все-таки попытаемся счастья с новой армией. Ой, да. Счастье-то пытать было к чем. Было к чем пытать счастья. Ладно, давайте. Почему бы и нет. Главное, чтобы таким вот нормальным фронтом выйти, а не какой-то мелочью. Да, 15 уже. Большой. У нас, конечно, уже с вами бесчестье. Но мы движемся все-таки дальше. На Саудускара можно под себя поджать. Хотя этот регион, честно, вроде бы не богатый, если не ошибаюсь. Если быть точнее, он вообще богатся никакого не представляет. Но все-таки давайте попытаемся взять. Базовый прирост очень маленький. 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 Шведа. О, шведа. Хи-хи. Почему бы и нет. Тунис можно забить пока что. Можно забить. И сам почему-то забываю забить. Кого мы можем создать? О, кирасиры. Драгунские полки и гусарские. Но мы создаем простую кавалерию. У нас солдат нехватка. Маленьшая. Маленьшая нехватка солдат. Давайте-ка тогда во Встамбуле, во Фракия. Приоритет поставим на солдат. Стимулировать будем тех, кто нам нужен. Яр-Бакэр. Пока что снимем приоритеты. Вайдин поставим на солдат. Солдаты должны быть в большом количестве. Иначе. Что же это за солдаты? Объявляем войну за сделание с сатилитетом. И призываем своих союзников. Пруссия скорее всего не вступится. Малахия, Молдавия. Это понятно. Наша армия. Бедная. Просто бедная. Бежит куда-то вперед. Пытаясь что-то сотворить. Ага. Ага. Атаку. Давайте. Тона здесь едет. Бэй. Скорость уменьшена. Все остальное хорошо. Да. Я же сказал Пруссия откажется. Это было логично. Зато 15 декабря предлагаем союз. И бац. Отношения уже 190. Немного интересно, как отношения порой поднимаются. Немножко странно. Действительно немножко странно отношения поднимаются. Ну что ж. Раз так сделано, почему бы и нет. Хочет наших регуляров поднять. Я думаю, сначала хочет их поднять. Оказывается, нет. Да. Успели подловить одну его армию. Хотя, этой армией называется сложно. Давайте-ка. Наши здесь полки поберут. Так скажем. Эти вот места. Тяжело, тяжело. Но наши войска вроде пытаются брать их. Пополнение. Разбили полностью одну армию. Давайте уходим в Медину. Там немножко восстановимся. Потом уже посмотрим, что дальше. Исследований, кстати, нет. Неправильно. Культура, идеологизм, очков исследования нам больше даст. Однозначно нужная вещь. Переправляемся в Медину. Давай быстрее, армия. Фух, успел. Хоть что-то радостное, можно сказать, случилось. Мы в Медину успели переправиться. Так, здесь еще не хватает кавалерия. Со шведами можно договориться. Тут живет шведы. Шведы. Улучшаем отношения. Мнения, точнее. А нас радушные. Уже радушные относятся к нам эти ребятки. Молодцы. Да и все. Я думаю, здесь даже дальше армию везти не обязательно. Наши сатилитеты должны расправиться с дальнейшим захватом этих мини-армий. А мы же оставим все на них. Но ребятки такие, воевать очень много не любим. Требовный уступок против Коканда. Россия, Россия как-то посмела. Не могла на такое пойти. Но все-таки пошла, да. Давайте, Шарурах. Даже Шарурах брать не придется. Почему бы и нет? Мы не против, как бы. Кербелу все сводим. Лишь одна провинция осталась незятой. Но это долго не продлится. Так, у нас Бесчестья падает. У нас здесь на грани Амана и Йемен. Опиум, рыбочка, фруктики. Опиум. Опиум. Давайте. Аман. В союзниках Абу-Даби. Пока не можем. Давайте на границу дойдем, потом посмотрим. Да, берем последнюю провинцию. Египет. Воюет с Эфиопией. И кто кому еще проигрывает? Хороший вопрос. Банда в Кандалах. Сознательность. Сознательность средних классов повышаем. Беднота может и без кластера прожить. Шведы опять готовы. К нашему тесному контакту. Улучшаем до дружеского отношения. Почему бы и нет? Регулярный палк. Один-единственный. И все. Не дожидаясь, сдался. Предлагаем мир. Уменьшение престижа. Зачем нам это надо? В пользу. При том, кого? Вопрос. ДЖД становится циталитетом. Вот это да. Это по-нашему. Это по-нашему. Война пройдена успешно. Уходим теперь отсюда. Турецкая Азия расширяется. Предлагаем Союз. Они однозначно соглашаются. Они не могут отказать. Просто чисто. Чисто не могут отказать. Давайте дальше думать, куда нам наши претензии получать. Освободить страну и освободить народ. Продолжение либо требование уступок. Много чего можно делать, как вы видите. Я бы, конечно, здесь претензию хотел получить. Но здесь перемирие. Да, эфиопции просто, ребятки, грозные. Давайте именно получим претензии до установления протектората. О, я уже думаю, сейчас... Да, только подумал. У нас почти под максимум. Опасности. Ну ладно. Либералы и прелоризм. Консерваторы. Будут скататься к анархии. Анархистами. Не будем анархистами. Будем. Ребятками. Пруссия предлагает нам. Чего? Военный союз. Мы что, не в военном союзе были? Уже успели расторгнуть его? Ну ладно. 185. С Россиюшкой. Бо-мать-я. Кто у нас там? Как там шведы поливают? О, скоро наши сферы и станут. Право прохода. Просьба проходит в России. Ну даём. Персии. Даём. Включаем сервис шведов. И радуемся эту тему. У нас теперь и шведы под контролем. Почему бы и нет? Предлагаем им союз. Дабы жизнь нам казалась ещё слаще. И Йемен. У нас получается претензия. 18-тысячная йеменская армия. И готова к поколению нашими ребятками. А чё у нас нет? Право проходное у НИДЖД. Бросим. Однозначно. И всё готово. Проблем-то не так много было, как хотелось бы. А, у нас ещё и право прохода от Хиджаза нету. Нормально. Наши вассалы проходы не дают. Вообще. Замечательно. Встаём здесь таким фронтом, дабы в случае чего поддержать нашу грозную армию. Да, очень грозную. Но хотя бы какую-то. Давайте растекаемся. Регуляры могут немножко подождать. Эх, армии-то нету. Солдат нема. Да, солдат не кормят. Солдаты бастуют. Солдатов кормят, но они всё равно бастуют. У нас очень много среднего кластера. Кстати, если так посмотреть. У нас немало денег. И давайте. Может быть, первую фабрику заложим в своём роде. Консервный завод. Решёвые вещи. В принципе, нужные. У нас, правда, рабочих нифига нет. Ну, давайте фабрику поставим. Может быть, пригодится на будущее. Да, надеюсь, пригодится. Улучшаем отношения ещё с Россией. Пускай император российский на нас смотрит хорошо. Надеюсь, это что-то даст. Надеюсь, очень надеюсь. Кто у нас здесь? Севдан Паша и Хафизбей. Капываются. Надеюсь, что нет. Союз с Абудаби. Очень страшный союз. На самом деле-то нет. Объявляем войну. Всё-таки мы за установление протекторитизма. Призываем союзников. Все соглашаются. Ну, ребятки, ребятки. Какие вы всё-таки смелые. Прямо безбашенные. И что у нас? Решил. Отказался Тунис. Единственный, кто отказался. Ну, ребятки. Ну, чё ж ты, Тунис? Какой? Какой, как не свой, а? Как ты вообще так мог-то? Давайте эту армию 115-тысячную. Может, в обху? В обху прийти. Ага, укула. Он решил им укулу нас поддержать. Пытается разбить наши мелкие армии. Ага, уже не пытается. Молодец. Знает, что не всё так просто. Сам устаем. И он пытается шар-у-рах. Нет, он не туда пытался. Совсем не туда, как вы видите. Да, битва, 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 битва. Грозная битва, в которую мы проиграем, к сожалению. Да, не весело. Весёлого здесь точно ничего нету. Особенно если учесть то, что эта битва была бейсбахенной прям. Бестолковая, если бы точнее. Ну, что ж. Но то она и битва. Поражение, конечно, не весёлое. Ладно, разбивать этого человечка нам однозначно надо. Да, и давайте сюда продвигаемся, встаём. У нас там кто в двухтысячный пол, вражеский в двухтысячный пол. Здесь, в принципе, должны разобраться. Разборались. Совершенно прекращаем. Улучшаем чуть-чуть с Тунисом. Союз обратно возвращаем. И дальше у нас, скорее всего, Эфиопия пойдёт. Превосходно. Мои горы. А в байде оставайся. Чё я парюсь-то? Чё я особо парюсь? В байду его и всё. Армия шейхов. И опять нападение. Ой, я какой не доследуем прям. Всё никак не могу нормально доследить за вот этой вот всякой мелочью. Теряем очень много армии сейчас. Десять черной, кирасиры и пехотинцы. Оставили самую малость. Да, потери с наших сторон очень огромные. Да, пока наши союзники пришли, боюсь, уже много чего плохого случилось. Ладно. Кто у нас здесь готов? Пехотинцы. Турецкая кавалерия. Давайте кавалерию ещё одну даймём. Армии очень мало. Поэтому надо быть аккуратнее. Да, есть. Взялась гайда. Окей. Уже как-то легче, наверное. Можно так выразиться. Можно ещё как-нибудь. Тяжёлая война, конечно. И я бы сказал, может быть, даже в чём-то бессмысленное. Но она идёт и пускай идёт дальше. Здесь главное кирасирам дать потом отдохнуть. Потому что ребятки долго боролись. Надо им дать отдых будет. Надеюсь, этот отдох будет для них осмысленным и нужным. Так, есть ещё одна кавалерия. Куда мы её с вами пихаем? Наверное, в новую армию. Потому что там всё нормально. Эфиопия немножко потерялась. Бедная эфиопская армия. Троническая экспедиция. Отправляем, конечно же. Престиж повышаем. И опять на седьмое место возвращаемся. Нас пытались здесь сдвигнуть. Русская армия пришла на помощь. Вообще молодец, Пруссия. Она меня всё раз за разом больше радует. Да, хоть и регуляров нашли где-то поприменять. Эфиопия готова улучшить односомнение своё. Она радушная. Тунис. Забиваем на него Сербия. Закрываем посольство Российской империи. А то она здесь начала наглеть. Так, усталость уменьшится. Не стоит вытягивать войну. Очков исследования нам с вами добавили. Теперь исследуем позитивизм. Эффективность образования повышаем. Почему бы и нет? Турецкие школы. Ведём. Очков исследования. Нет, зато число очков следы не увеличится. Скорость ассимиляции. Мы ведём. Палка на двух концах, конечно. Но почему бы и нет? Кстати, не мы теперь за союз, за смирные договора отвечаем. А Пруссия, как бы это ни звучало смешно, но Пруссия ведёт эту войну. И она отвечает за всё. Улучшаем отношения дальше с Россией. Артиславянофилы. Славянофилы. Прошу прощения там правит. Да, наша провинция состава. Теперь. Вот этот вот райончик. Здесь, да, он не очень много народу. Если быть точнее, вот здесь вообще очень дико мало. Мы потеряли ещё один пехотный отряд. Что ж, да. Это такая. Мы всю армию посеяли. Ирегулярскую. Как вы видите. Да, повоевали, ребятки, так скажем. Создать армию. Давайте ещё одну кавалерию. Создаём армию. Нам она пригодится, надеюсь. И у нас здесь Оман рядышком. Только я боюсь. Любое действие с Оманом будет просто больно нам выдаваться. Ну ладно. Египет. Объявить войну всё ещё не можем. Можем. К сожалению. К сожалению. К большому. К сожалению. Собираем регуляров здесь. Здесь Кирасира. Давайте Кирасира. Вот сюда вот. И отправим им три отряда. Два отряда пехоты. Правда, да. Два отряда. И всё. Ну и давайте на этом сервер закончим. Она у нас такая небольшая получится. Что ж. Повоевали немножко лази. Емин взяли. Не ДЖД под свой контроль. И более-менее укрепляемся. Надеюсь, всё делаю правильно. Советы по фабрикам очень жду. Ну и в целом вообще все советы. Ну что ж. Ставьте лайки, комментируйте. И ждите следующей серии. Всем пока-пока.